Был поздний вечер и нужно было работать, но к сожалению наблюдалось явное отсутствие оператора, который задержался по неизвестным причинам. Ладно, не будем его спрашивать почему, выдадим ему съемочное оборудование и неистово начнем снимать процесс работы. А сегодня у нас автомобиль неизвестного происхождения. Неизвестного потому, что на автомобиле нет значков. Походу клиент замаскировался и не хочет говорить нам, что это за автомобиль. Но от нас ничего не скроешь, мы знаем, что это дура. Итак, это транспортное средство прибыло с проблемой рулевого управления. А именно исчезновением жидкости гидроусилителя из бачка и появлением ее под автомобилем. Для начала снимем защиту для более легкой визуальной диагностики. Под защитой мы нашли какую-то запчасть. Не знаю, что это, но это явно не связано с системой рулевого управления, поэтому нахуй. В процессе диагностики мы поняли, что жидкость уходит из рулевого механизма, а именно из рулевой рейки. Поэтому необходимо снять подрамник и полностью извлечь этот агрегор. В первую очередь снимем рулевой вал. Для этого в положении животного, которое иногда свистит на горе, залазим в автомобиль. Находим рулевой вал, откручиваем болт, выставляем ровно руль, полностью извлекаем вал и затем фиксируем руль, дабы не наебнуть под рулевую ленту. Для полной безопасности фиксируем все ремнем безопасности. Далее откручиваем колеса, которые к ебеням прикисли. Ну нихуя страшного. Просто вспомним, чему нас учили в Хогвартсе. Да и не забудем волшебную палочку. Так, рассечь воздух и взмахнуть. Венгардиум левиоса, ебаная все. Такую же процедуру повторяем со второй стороны. Если произносить заклинание правильно, все получится. Далее вычищаем, смазываем и откручиваем рулевые наконечники. Нихуя сложного, особенно когда помогаешь молотком. Следом откручиваем нижнюю подушку двигателя, чтобы снять подрамник. Ну и подставив гидростроечку, откручиваем непосредственно его. Под одним болтом было что-то белое, это явно не молоток. Но остальные болты подрамника открутились без протекания. Далее приопускаем подрамник, не забыв снять резинку с выхлопной системы. И уже ближе наблюдаем нашу реечку, которая в дупль протекла. Но вот проблема чем-то жутко завоняла. Как будто стая сифилисных бомжей, объединившись в безумной, потной оргии, поедали протухшие яйца. Потом сняли с себя четырехнедельные носки, вытерли с себя все получившиеся жидкости и подложили мне для дегустации аромата. Ах нет, это просто второй специалист на перекуре. Ну ладно, я знаю, что с этим делать. Да ничего, только выкинуть, других вариантов нет. Ну ладно, что там с автомобилем? Откручиваем крепление трубок, убираем гидростойку, подставляем кошачий сальник. Откручиваем и снимаем трубки подачи жидкости, которая потечет вниз в емкость. Придерживая ключом, откручиваем крепление рейки и полностью ее вытаскиваем из-под рамки. Следом стоит подготовить рейку для отдачи ее в агрегат. Для этого снимаем уплотнитель свала, снимаем термозащиту, снимаем рулевые тяги вместе с наконечниками. Упаковываем рейку и будем надеяться, что ремонт удастся. Ну а после ремонта собираем все в обратном порядке.